Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа Агра. Сегодня, друзья, у нас будет не очень длинная серия, не так много планов на сегодня. Я уже давно не посещал многие из предприятий, там по сути дела будут только перевозки, поэтому сегодня мы с вами, друзья, продадим все наше эфирное масло, запустим Агрокорм, потому что он тоже стал, там не хватает, посмотрим, что надо довезти. Купим свинарник, купим свинюшек, соответственно, ну, некоторая такая забота о животных, в общем-то, обо всех у нас будет. Видите, сейчас чистота 0% у коров, у овц тоже сверху написано. Производительность пока есть, но она тоже падает с каждой минутой. Ну и, разумеется, уборка полей, как обычно, у нас будет по курсплеве происходить, пока мы будем заниматься всеми этими делами. И, в общем-то, погнали работать! Ну, друзья, я только что нашел 10 самородок, и у меня появилась карта этих самых самородков, точнее, здесь подорожники находятся. Может быть, короче, мы их как-нибудь пособираем. Но, в любом случае, начинаем, в общем-то, работу. На 31 поле, как обычно, у нас растет лаванда, и здесь будет убирать наш, хорошо уже знакомый нам, Нью-Холланд. Соответственно, у него маршрут, он даже не сбрасывался с предыдущих серий, все время оставался, он, в общем-то, будет нормально работать. Ну, а в паре с ним будет красная Татра, видите, кстати, чистенькая, чтобы не говорили мне, что я не мою технику. Соответственно, по маршруту на базу этого товарища запускаем, и только лишь надо посмотреть, чтобы они нормально друг с другом сконтачились. Вот он, кстати, неудобно здесь стал, сейчас будет поворачивать, может тут, ну, накосячить немножко. Так, и плохо то, что он пошел с левой стороны, он должен ехать справа. Так что, дружище, ты, конечно, извини, но мы тебя переместим направо немножко. Что, ты все равно слева хочешь? Ладно, тогда мы тебя отгоним чуть-чуть назад, и сейчас ты будешь работать справа, и все, эти товарищи нас не будут тревожить до конца уборки, и это замечательно. На пятом поле у нас растет лен, соответственно, будет убирать его вот этот самый Нью Холланд. Здесь мы, друзья, уже вручную начнем, как обычно, потому что он, ну, в общем-то, ну вы знаете. В общем-то, со следующей ближайшей точки, друг, погнал, только стоять, ты нам соломку не отделяешь, нам же нужна льняная соломка. Давай, друг. Ну и к нему в пару Татра. А вот она, кстати, не мытая вообще ни разу, что-то я это самое накосячил. Ладно, давай, друг, едь. Я думаю, что вы вдвоем должны замечательно справиться. Ну вот зачем ты туда поехал? Ну, дружище, ну вот что с тобой не так? Опс, вот так вот все нормально будет работать. Ну и, в принципе, рискнем сразу следом запустить товарища, который будет солому у нас собирать льняную. В общем-то, пускай едет, если вдруг будут какие-то косяки, то, ну и хрен с ним, поправим. Давай, со стартовой точки у тебя должно все получиться. А также есть у нас 13-е поле, которое засеяно кукурузой. Но сейчас у нас нет комбайна, чтобы все это дело, насечку убрать. И денег у нас, соответственно, на этот комбайн тоже нет. Поэтому для начала мы продадим все наше лавандовое масло. И уже потом купим комбайн и поставим уборку этого поля. Для этого, друзья, нам понадобится наш любимый оранжевый америкосик. Я как раз сегодня случайно забыл вернуть геймпад. Короче, играю на руле, поэтому даже таймлапсы будут не такие дерганные. В общем-то, друзья, погнали возить эфирное масло. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, все мы сюда привезли. Теперь все это дело надо продать. Я долго это возил, еще дольше буду продавать. И сейчас мы будем просто наблюдать, как медленно один за одним исчезают эти гребаные поддоны. У нас сейчас на балансе минус 32 тысячи. Цена на лавандовое масло, на эфирное, очень хорошая. Поэтому мы сейчас станем миллионерами. Я думаю, на скидку миллиона два у нас точно должно получиться. В общем-то, давайте все это дело продавать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, мы богаты. Три с половиной ляма стоило это гребанное лавандовое масло. Блин, я в шоке и очень приятно, в общем-то, удивлен. Круто, круто, друзья, круто. Друзья, раз уж у нас теперь дохрена денег, то мы можем позволить себе новый комбайн. Правда, честно говоря, думаю, что мы все-таки возьмем его в аренду. Один раз убрать силы я вроде как больше не буду этим заниматься. Если вдруг потом понадобится, мы его купим. В любом случае, арендовать, в общем-то, Нью Холланд ФР 850. И к нему жаточка, само собой. Вот это чудо, в общем-то, перегоняем его на 13-е наше поле. И ставим его в работу убирать кукурузку. Соответственно, генерируем его маршрутик простой. Туда-сюда, обратно запускаем со стартовой точки. И так как сечка довольно быстро будет наполняться, в отличие от лаванды, то мы поставим работать сразу два грузовика. У нас есть ман, который мы в прошлой серии или в паза прошлой купили. Так что мы запускаем работать его. Да, он на дорогу поедет, ну и ладно. Есть у нас татра, которая тоже почему-то не помыта. В общем-то, ее мы тоже запускаем. Они вдвоем будут работать. Вроде как там по времени должно быть все нормально. Ну и ладно. Ну и друзья, пришла пора потратить немножко денег на животных. Нам нужно купить три трактора, которые могут цеплять на себя фронтальные погрузчики. Для того, чтобы убираться около кормушек у всех животных. И в общем-то, как обычно, это будут разные трактора. В общем-то, погнали по списку. Это Нью Холланд Т5. Крепление фронтального погрузчика ставим «Да». И больше ничего не меняем. Купить «Да». Это будет вот такой вот линдтрак. В общем-то, пускай будет он. Тут можно его перекрасить. Кстати, значит, оранжевый. По любасу. В общем-то, его тоже покупаем. Блин, у него бак такой маленький. 80 литров. Ну ладно, хрен с ним. И следующий идет еще один Нью Холланд. Но мы все-таки его пропустим. И возьмем Месси Фергюсон. Ему тоже крепление фронтального погрузчика ставим «Да». И его также покупаем. Теперь же нам нужно эти самые фронтальные погрузчики купить. Я, честно говоря, не знаю, в чем отличие вот у этих двух. Но этот, видимо, побольше такой. На 700 «Варьер» это большой трактор. А вот «Стейр Мульти» вроде маленький. В общем-то, возьмем три таких. Их, кстати, можно красить. Поэтому давайте их покрасим по цвету тракторов. То есть, у нас есть один оранжевый. Его покупаем. Есть один такой, типа, Нью Холланд. Голубенький. Ну, вроде такой цвет примерно. И один трактор у нас красный, который Месси Фергюсон. Ладно, пофиг, если они будут немножко отличаться. Но, конечно же, им нужны три ковша. И ковши, соответственно, красим в такие же цвета. Я надеюсь, я те же самые цвета сейчас выбираю. Потому что могу ошибиться. А также, друзья, к этим тракторам нужны прицепы самосвала. Чтобы мы со склада около наших ферм животных могли давать им жрачку, в общем-то. Возьмем вот таких вот прицепов три штуки на 15 тысяч литров. Обычные шины им поставим. В общем-то, три штуки таких тоже берем. И, в общем-то, вот вся эта дрянь. И, блин, какие разные по размеру. Господи, это оранжевое чудо маленькое такое. Охренеть. И, кстати, по мощности он не такой уж и слабый. По сравнению с этими двумя. Он мощнее Нью Холланда, если что. Не знаю, в общем-то, как это работает. По цветам, кстати, вроде как нормально даже я попал. И, в общем-то, сейчас задача наша перегнать эти трактора на фермы с животными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, друзья. Вот он, наш свинарник. Точнее, пока что он не наш, но мы сейчас его покупаем. 500 тысяч рублей это все дело у нас стоит. Соответственно, что у нас здесь есть свинарник? Есть у нас здесь склад, на котором можно хранить солому, корм, кукурузу, пшеницу и канон. Мне кажется, одного корма будет достаточно вообще. Что-то мне подсказывает. Он будет все забивать. В общем-то, сейчас посмотрим. Здесь у нас хранилище картофеля отдельно идет. И хранилище свеклы. Ага, хорошо. Здесь у нас есть небольшой гаражик для техники. Ну, соответственно, вот трактор можно хранить, который мы сюда пригнали. Ну и, соответственно, сам свинарник. Здесь, так понимаю, будет у нас навозик появляться. И тут аж мухи вон летают. Ни хрена себе. Ну, а здесь, наверное, жидкий навоз будет храниться. Не знаю пока. Посмотрим потом. Сюда, я так понимаю, мы высыпаем соломку. И, наверное, вот здесь у нас кормушка. А, здесь у нас поилка. И, соответственно, покупаем такую же хреновину, кстати, как и на тех фермах животных. У нас все это хранится. В 14.00 на завтра у нас приедет и сделает. Кстати, надо будет заглянуть и посмотреть, сделалось у нас это или нет. Мухи, кстати, эти, ну, раздражают немножко, что ли. В общем-то, куда-то здесь надо будет высыпать весь корм. Кстати, вот куда корм высыпать? У хранилища воды есть. А на остальных фермах есть хранилища воды или нет? Я как-то не обращал внимания. Или у нас может кто-то больше пьет, кто-то меньше. Здесь у нас еще один триггер. Я так понимаю, да. Вот здесь мы можем купить свинок. Соответственно, 100 штук точно так же, как и всех остальных мы покупаем. И обходится нам это в 315 тысяч. Подтвердить? Да. Здравствуйте, поросятки. Давайте на них посмотрим и привезем им что-нибудь пожрать. Да мухи, е-мое, успокойтесь. Хорош летать. Мне не нравится это все. Вот они, поросятки. Хрю-хрю-хрю. Они хрюкают? Они хрюкают. Я, ребята, извините, но я ни разу вообще животными не занимался. В 17-й ферме, в 19-й так посмотрел, что это такое и все. В 17-й, в принципе, в большом счете все то же самое. Блин, прикольно они сделаны. Свинежки. Вкусненькие потом будут, наверное. В общем-то, ладно. Это все юридическое отступление. Здесь у них какой-то шалаш, я не знаю. Форт. Они построили себе форт. Помните, из двух табуреток и одеяло, да? Вот это мне вот очень напоминает эту же картину. Ладно. Это все лирическое отступление. Давайте перенесем им пожрать. Я так понимаю, сюда... А, вот кормушка, кстати, я так понимаю, сюда жрачка. Солома, в принципе, тоже будет примерно здесь высыпаться. Только надо заполнять это все дело у нас как-то будет. Да, мухи эти, кстати, раздражающие. Но, не знаю, меня напрягают. Ладно, давайте поставим сюда трактор, загоним его. А то он у нас на улице, что называется, стоит. Загоним его ближе к дому. Поставим его сюда и, в общем-то, переносимся к нашему америкосу, с помощью которого мы будем возить все на свинарник. Давайте отвезем им сначала корм для свиней и посмотрим, заполнится ли все, что надо для свиней одним лишь кормом для свиней. Так что погнали на нашу эту самую агрокорм. Заберем там корм и отвезем. Так, блин, им, короче, высыпался почти целый прицеп, но он заполнил все. Все, это замечательно, не надо будет сто раз сюда, короче, все это возить. Один корм им и хватит. В общем-то, будем его производить. Будем это все дело возить на агрокорм, оно там все будет смешиваться. Замечательно. Соответственно, нужно привезти сюда еще солому и воду. А также один прицепчик корма все-таки стоит... Хотя, нет, не повезем, мы возьмем его прямо там на базе. Я думал, говядине еще нашей отвезти корма. Ну ладно, не повезем. В общем-то, воды пока что здесь нету, она не работает всей этой системой, поэтому нам нужно отвезти сейчас еще один прицеп соломы и прицеп воды. Так что, поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, что мы имеем? А имеем мы забитое все на 100% у наших хрюшек. Производительность пока ноль, но сейчас, короче, они начнут. Что они успели, это жидкий навоз, ну, в общем-то, да. Хотя, что у них в производительности должно быть? Они же ничего не делают, только жидкий навоз и навоз. Ну и размножаются. Никогда не любил свиней, ну да ладно. Только если пожрать их, в общем-то. Ладно, давайте-ка переместимся к нашей говядинке. У них, как видите, здесь трохи насрано. Блин, надо было брать, короче, не ковш, а фрезу, наверное. Ну ладно, я просто, знаете-то так, на автомате ковш взял. В общем-то, животные иногда вот здесь вот могут поднасрать, короче. И это все дело надо убирать, иначе у них снижается производительность. Хотя, пока что у них производительность не сильно снижена. Но это еще потому, что у них вроде как есть пожрать и есть что попить. Давайте, в общем-то, у них уберем и еще насыпем им немного питательной еды. Сделаем мы все это с помощью вот этого нашего трактора. Только, блин, на геймпаде, точнее на руле. Мне кажется, это вообще такое себе удовольствие будет все это делать. Во, вроде как убрали. Это очень неудобно делать мышкой на самом деле. Я не знаю, как люди вообще на клава-мыши играют. Погрузчик и мышь это вообще ужасное просто сочетание. В общем-то, ладно, высыпаем им все это дело. И куда оно высыпалось? Оно не в кормушку, что ли? Твою мать. Оно же должно было в кормушку высыпаться, нет? Вот это я трохи, конечно, накосячил. Ну ладно, оно в любом случае, частота у них вроде как должна будет сейчас исправиться. Блин, надо было фрезу брать, да загружать это все дело в прицеп. Да и не париться. Ладно, в общем-то, давайте насыпем им нормальной еды. Она у нас должна быть на складе еще. А у нас ее нет на складе, блин, надо было отвозить. Что-то я сегодня туплю вообще по жести. Ну ладно, значит, до следующего раза будем считать, что им хватит. До утра-то должно им хватить еды, правильно? Частота, кстати, у них вот стала 49%. Почему-то не 100%. А, точняк, друзья, у нас же еще там, где солома у них хранится, там тоже траву надо убирать, в общем-то. Точнее, не где солома, а, ну, в общем-то, где у них постилка, вот эта вся канитель. По-моему, там тоже солома была. Точнее, трава валялась. Да? Да. Они каким-то образом сюда ее тоже приносят. По мне, это какой-то неинтересный косяк игры. Он хоть собирается так. Как это неудобно делать погрузчикам? Кошмар просто. И я сейчас ни хрена не собрал, да? Ну и ладно. И у них опять здесь горка получилась. Да они издеваются, что ли, надо мной? Гребаные коровы. Да, я, видимо, сто раз пожалею о том, что завел животных. Ну да ладно. Они нам, кстати, уже сделали 100 кубов молочка. И это тоже хорошо. Частота 49%, хрен с ним. Мы, друзья, переносимся к нашим овечкам. И здесь нужно сделать то же самое. Просто собрать вот эту травку всю. Мы сюда тоже пригнали трактор. У них есть что поесть, есть что попить. Шерсть, кстати, производится. Сколько у нас шерсти сделалось? Потому что там мы не можем смотреть. Количество на складе 1500 всего лишь. Как-то маловато. Я думал, шерсти будет больше. Падлы, а? Что-то они медленно как-то ее делают. Ну понятно, что как бы стричь овец, все дела. Ну ладно, есть сколько есть. Потом уже пока что она нам все равно не нужна. Пускай копится. Наша задача сейчас собрать вот это вот, то, что они тут поднасрали. Вроде овцы, а срут как свиньи. И так, в общем, оставляем пока что все это дело так. Как это неудобно. Кошмар, люди. Я не знаю, как вы играете на клавах. Геймпад. Он ли геймпад для этой игры? Ладно, это все такое. В общем-то, животных мы всех восстановили. Сейчас у овечек тоже частота будет 0%. Точнее, у них сейчас 0, а станет 100, наверное. Не знаю. У коров ничего не изменилось после того, как я им вроде как выгреб. Там, где солома у них, это все равно 49. Ладно, пускай так. У свиней стала производительность 100%. В общем-то, у всех 100%. Сейчас производительность. Да, у овец 90. Но сейчас у них, короче, все это дело изменится. Не знаю, может отсюда нужно просто уйти. Они стесняются или еще что-то. Время должно пройти какое-то. Можно, в принципе, чуть-чуть мотнуть. 10 минут, например. Видите, 10 минут мы мотнули. И что мы имеем? Частота 0%. Да они охренели. Что за херня? Почему у них частота 0%? Может им надо выспать обратно эту траву? Типа она все равно здесь рядом находится. Я не знаю. Что еще может игра придумать? Ну, давайте отгоним отсюда эту траву. Пускай она у нас здесь хранится. Хрен с ним. И еще мотнем 10 минут. Да. И сразу частота у них повысилась. Все замечательно. Производительность 100% у всех 100%. И у коровок тоже изменилось 69% стало. В общем-то, там надо, чтобы время прошло просто. Хорошо. И они уже успели тут. Вот падлы, а. В любом случае, друзья, на этом мы будем заканчивать. Давайте откроем карту. Соответственно, друзья, у нас 5-е поле практически убрано. 31-е, 32-е, 33-е убирается. И 13-е мы только-только поставили убираться. В принципе, недавно. Но оно быстро уберется. Поле с лавандой долго. В общем-то, за кадром я это все дело доубираю. И следующая серия у нас начнется в 6 утра, когда будет посев. И тогда же мы займемся всеми нашими производствами. Вспомним, что там на сепаратор надо отвезти. Мы давно там не были. Цементный завод посетим. Давно там не были. Все эти поддоны, бандарни. Пилорамы посетим. Мельницу. Сельхозхимия. В общем-то, все. Агрокорм отвезем, чтобы у нас... Потому что корм нам нужен. Чтобы, в общем-то, он делался. НПЗ и, в общем-то, все заводы мы обязательно посмотрим в следующей серии. Но следующая серия, друзья, будет у нас на стриме. Будет прямая трансляция. Может быть, ради эксперимента я даже сделаю это все дело на основном канале. Посмотрим. Может, народу больше припрется. Хрен его знает. На данный момент по планам у меня это на вечер четверга. Я не знаю, когда эта серия. Эта серия, наверное, выйдет в пятницу, в среду вечером. Соответственно, в четверг, 22 августа, будет стрим. Пока еще не знаю, на основном канале, вот на этом, на котором ролик этот залит. Или же на лайв-канале. Ссылка на него в описании есть. Но, в общем-то, надо будет все предприятия обслужить. Там просто нужно будет ездить. В общем-то, поэтому, я не знаю, пообщаемся, покатаемся. Почему бы и нет? Тем более, что вроде как вечер у меня свободен. Плюс, друзья, если хотите, будет у нас отдельная трансляция, на которых мы соберем все эти гребаные подорожники. По карте побегаем и все соберем. Тоже, в принципе, просто беготня по карте, пообщаться, пособирать все это дело и получить лям. Лям мне сильно особо не нужен. Правда, вот эти значки меня все-таки раздражают немножко, напрягают. Поэтому, может быть, имеет смысл все это дело собрать. Так что, друзья, вот такие планы. Ну, и потом уже следующая серия, которая будет уже следующая именно серия, именно ролик. Там уже будет уборка и новое какое-нибудь производство. Точнее, не новое производство, а мы еще купим курятник и, соответственно, займемся курятником. Посмотрим, как там и что будет. Так что, друзья, как-то так. Не поскупитесь на лосик. Если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Подписывайтесь на лайв-канал, подключайтесь к нашему каналу в Дискорде, вступайте в группу ВКонтакте. Там, в общем-то, все уведомления о стримах. На стримах иногда занимаемся всякой херней. Причем, реально упоротой херней. Причем, вместе с подписчиками. В общем-то, все это довольно весело и угарно. Ссылки на все это добро, друзья, есть в описании. Плюс там все плейлисты. В общем-то, можете заглянуть, там много чего интересного. На этом, друзья, все. Спасибо за просмотр, спасибо за внимание. С вами был Никита Дилой. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok